Именно с таким протяжным звуком Хошимин прощается с российским берегом. В следующий раз он почувствует стенку причала только спустя полтора месяца, преодолев тысячи морских миль. Наши специалисты будут принимать непосредственное участие в этом процессе погрузки. И в этом будет наше участие в отставке подводного. Для янтаря работа с лодками подводными абсолютно новый опыт. Так что на погрузку субмарины были брошены лучшие силы. Например, буксир Бодрый. Он два дня ломал 15-сантиметровый лед, чтобы расчистить экваторию для гостей из северной столицы. В Балтске лодка прошла ходовые испытания. Первый этап операции погрузки занял примерно час. За это время ее не только оттащили на середину канала, но и доставили к специальному транспортному судну, которое накануне прибыло из Голландии. А вот для того, чтобы завести Хошимина на борт листеровоза, понадобилось еще почти три часа. Ведь здесь нужна была миллиметровая точность. Одна подлодки 70 метров. Это достаточно штатная ситуация, потому что лод сначала носом заходит, после этого уже Голланды перецепляют свои лебедки и потихонечку ее втаскивают, чтобы она вошла на ровный кисть. Спустя три с половиной часа уникальная операция здесь на заводе Янтарь завершена. Российские корабелы передают субмарину временно на хранение голландским морякам. Они уже доставят ее в спортприписке в вьетнамский город Камрайн. Уже на борту судна водка совершила предварительное всплытие. Проверка показала, что дифференции крен соответствуют нулю. А значит, наши земляки сработали на твердую пятерку. Павел Кудников, Станислав Берников, Вести, Калининг. Субтитры создавал DimaTorzok